Литературный чтение И как передать основную мысль высказывания стихотворными строчками в рекламе Соберите слово из букв У вас должно получиться слово «путешественник» Вы уже знаете, что путешественник – это человек, который посещает различные места с целью отдыха или изучения Ребята, а как вы думаете, куда любят отправляться в путешествия казахстанцы? Посмотрите на диаграмму и постройте свои высказывания Жители Казахстана любят путешествовать по своей родной стране Ведь в Казахстане очень много мест, которыми славится наше государство Подумайте, где можно найти информацию о путешествии Составьте высказывания, используя опорные слова Информацию о местах для путешествия можно найти в разных источниках Таких как газеты, журналы, интернет Чтобы узнать о месте, которое вас заинтересовало Можно почитать энциклопедии, книги или статьи на сайтах интернета А сейчас прочитаем рассказ о простом школьнике, который решил отправиться в путешествие в Антарктиду Откройте учебник на странице 64 Отрывок из рассказа Виктора Галявкина «Путешественник» Я твердо решил в Антарктиду поехать, чтобы закалить свой характер Все говорят, бесхарактерный я В Антарктиде всегда зима, и совсем нет лета Туда только самые смелые едут Утром я вынул все книжки и сумки Положил туда бутерброды, лимон, будильник, стакан и футбольный мяч Наверняка морских львов там встречу Они любят мяч на носу вертеть Мяч не влезал в сумку Пришлось выпустить воздух Наша кошка прогуливалась по столу Я ее тоже сунул в сумку Еле-еле все поместилось Вот я уже на перроне Свистит паровоз Как много народу едет Можно сесть на какой угодно поезд В конце концов, можно всегда пересесть Я влез в вагон, сел где посвободней Ребята, как вы считаете, правильно ли поступил мальчик? Конечно же, неправильно Отправляясь в путешествие, нужно как следует к нему подготовиться Нужно знать о месте, куда собираетесь поехать, о климате, чтобы взять необходимые вещи Но и в конце концов опасно отправляться в путешествие без взрослых Продолжим чтение Напротив меня спала старушка Потом со мной сел военный Поезд тронулся Я подошел к окну Вот наш дом, наши белые занавески Наше белье висит на дворе Уж не видно нашего дома Мне стало сначала немножко страшно Но это только сначала А когда поезд пошел совсем быстро Мне как-то даже весело стало Ведь еду я закалять характер Тебя как зовут, спросил военный Саша, сказал я чуть слышно Куда путь держишь? Далеко Я спросил Вы в Антарктиду? Пока нет Ты в Антарктиду хочешь? Откуда вы знаете? Все хотят в Антарктиду Военного кто-то позвал сыграть в шашки И он ушел в другое купе Я пошел посмотреть, как играют в шашки Ребята, почему же герой рассказа Собрался в путешествие? Все называли мальчика бесхарактерным Это такой человек, который поддается чужому влиянию Не имеет собственного мнения Так вот он и решил отправиться в Антарктиду Закалять свой характер Потому что туда только смелые едут Ребята, как вы думаете, как закончится рассказ? А чтобы узнать, совпало ли ваше предположение С содержанием произведения После урока найдите этот рассказ В разных источниках И прочитайте его Это интересно На нашей планете шесть материков Материк – это большая часть суши Окруженная водой Антарктида – это огромный континент На Южном полюсе Шестой материк земли Здесь почти все покрыто льдом и снегом Круглый год Ребята, посмотрите на карту Определите, на каком материке находится Казахстан Постройте свое высказывание Республика Казахстан находится в центре Евразии Большая часть которого относится к Азии Меньшая – к Европе Откройте учебник на странице 66 Рассмотрите картинки Прочитайте стихотворные строчки И определите, о чем хотели рассказать ребята Я в Египте побывал Все на камеру заснял Пирамида и верблюд Замечательный этюд Посетили мы Афины Здесь остались лишь руины Парфенон – старинный храм Греция представит вам Амфитеатр Колизей Встречает с радостью друзей Гордиться этим Древний Рим Мы всем туристам говорим Своим величием Кремля Гордится русская земля По Москве я похожу На царь Пушку погляжу С помощью таких стихотворных строчек Ребята прорекламировали нам Достопримечательности различных стран Поделились информацией о том Куда можно отправиться в путешествие А вы путешествовали по Казахстану? Что вы знаете о Южной столице? Южной столицей называют город Алматы Расположенный у северного подножья Горного хребта Зайлийский Алатау Прочитаем стихотворение Надежды Проценко Южная столица В учебнике на странице 67 И узнаем о достопримечательностях этого города В горах цветение белоснежное Разлив зари на площадях И расцветает утро нежное Прохладой горной в облаках Мне все знакомо и все близко здесь Зеленый парк, его цветы Моя ты южная столица Любимый город Алматы Мой город южный, город яблок И светлых улиц суета Домбры напевы распевая Цветет мой город Алматы И кружится в огнях Медео Среди равнины снежных гор Пьяне от казахские напевы И сочный яблочный апорт И переплет эфирных линий Проспект Абая, Клумбы, Рос Вечно зеленые вершины Теньшанских елей и берез Определите основную мысль стихотворения Любовь к родному городу О каких достопримечательностях Вы узнали из стихотворения Город Алматы Это белоснежные горы Зеленый парк Город яблок Медео Проспект Абая Вечно зеленые вершины Теньшанских елей и берез Чтобы выбрать страну для путешествия Можно обратиться в туристическое агентство Там вам предоставят информацию Прорекламируют различные страны Посмотрите, какую рекламу составили второклассники Нур-Султан столица наша Во всем свете нет украши Казахстанцы все должны Знать историю страны Казахстан я свой люблю Всем об этом расскажу Батирека мы гордимся Этим славится столица Приезжайте в гости к нам Будем рады мы друзьям Наш богатый Дастархан Соберет людей всех стран После завершения урока Сделайте постер Прорекламируйте любые места Выполните четвертое задание в учебнике На странице 68 Подведем итоги урока Сегодня на уроке вы узнали Чтобы построить свой вариант высказывания Можно использовать информацию Из разных источников Чтобы передать основную мысль в рекламе Можно использовать рифмованные строчки Я желаю вам удачи Во всех ваших начинаниях Наш урок подошел к концу До свидания